Не идеальная мать. Кто сказал? А ты считаешь себя идеальной матерью? Мне кажется, что я уже не люблю своего ребенка. Врач, да, сказал, что у меня ребенок с седровым дам. Готова усыновить ребенка. У меня был бойфренд, который употреблял наркотики. Проект «Выжить в Дубае». Страшнейший, это яд просто. У тебя случился конфликт. Кто происходит? Вы сейчас моей башкой выводите. Если вы чувствуете одиночество в толпе, нужно уходить. Ты считаешь, что я крыса. С кем ты потеряла связь? Они все равно со мной часть не отзываются. Оля Серябкина. Ой, где они? Не обращай внимания. Не отвечаем. Почему это с тобой случилось? Я просто упала на дуще. А ты своим детям будешь об этом рассказать? Ребеночек мне. Если ты это смотришь, знаю. Я делала максимум. Всем привет! С вами ваша Наташа. Шоу, в котором звездные мамы и папы обсуждают все то, что волнует вас, отцов и детей по ту сторону экрана. А наш эксперт-психолог внимательно слушает гостя и на его примере разбирает все тонкости детско-родительских отношений. Всем привет! Меня зовут Вика Дмитриева. Я семейный психолог, а также я мама троих детей. И я не понаслышке знаю, что даже известные, знаменитые родители сталкиваются с теми же самыми сложностями, с которыми сталкивается каждый из нас. Ведь идеальные родители нереальны, а реальные родители не идеальны. Посмотрим, с чем как мама сталкивается Аня Хелькевич. Сегодня у меня в гостях актриса, ведущая, блогер и предприниматель, которую мы ждали целый год, Анна Хелькевич. Привет, привет, Наташа. Рада видеть тебя, быть здесь наконец-то. Очень рада видеть тебя нашим гостем. По традиции мы в начале выпуска просим гостя познакомить с детьми, сколько их, как их зовут, какие у них интересы. У меня две дочери, Ариана и Мария. Старшей дочери 7 и 9, 7 и 8. Младшей 5, почти 5. В общем, да, две прекрасные девочки с очень яркими, непростыми характерами, которые мотивируют меня на то, чтобы я развивалась и как мама, и как личность. Будем обсуждать подробнее, тяни первую карточку. Неидеальная мать. Кто сказал? А ты считаешь себя идеальной? Я считаю, что я очень хорошая мама для своих детей. Вот так вот. Я уже пережила тот период, когда я себя корила, наказывала и так далее. За что? Ну, например, за то, что где-то работаю больше, чем положено. Я не хочу себя ругать. Я делаю максимум из того, что я могу. Я могу ковыряться в себе, могу там выискивать, ни для чего мне надо. Я сама перед собой честна. Больше я не могу. Ну, вот из 100% времени сколько ты проводишь со своими детьми, если ты говоришь, что любишь ими заморачиваться? Я подсчитываю, подсчитываю для себя. Ну, сложно сказать. Вот так вот. Я, наверное, со своими детьми провожу из всей своей жизни на сегодняшний момент, ну, процентов... Тридцать. Сорок. Сорок. Да. Ну, вот я тридцать. Иногда... Рядом. Сорок. А какая-то неделя, например, может быть, 15, но если у меня падает планка ниже, там, 30-20%, у меня начинается вот это вот. Я чувствую тревожность. Я чувствую, как наша связь с ними начинает разрываться. То же самое с мужем, на самом деле. Ну, как бы и с детьми, и с мужем нужно всегда стараться поддерживать вот эту вот связь эмоциональную, близкую. Вот, поэтому... Ну, у меня вот бывает при командировке такие... Длительные съемки, ты имеешь в виду? Да, конечно, съемки, ну, экспедиция. Вот я уезжала там, выжать в Дзебай. Да, это мы коснемся подробно. У меня были звезды в Африке. Это или... Ну, я на самом деле по нарастающей туда ездила. А вот ты согласовываешь дома на семейном совете такое свое решение? Да, да. То есть это ваше семейное решение? Обязательно. И я каждый раз говорю... Может, не отпустишь, а? Я не поеду, говорю, слушай, как вы тут там... Езжай. Правда, да. Тебе надо. Это для работы надо. Ему тяжело, конечно. Вначале было вообще. То есть на первые две недели, когда я уехала в Звезды в Африке... Почему-то, когда-то, пару лет назад. Первый сезон еще был. Это была моя первая вот такая вот поездка. Поездка, да, отручка, без детей, без мужа. И я когда приехала, мой муж был такой вот, он не улыбался вообще просто. Он почувствовал не все радости отцовства, но еще и материнство за этот период. У детей был сложный тогда период, они не могли оторваться. Ну, слушай, это получается, младше было три? Получается, если это два года назад, двадцать лет... Пять еще, три, а старше было... Шесть. Шесть. Почти, да. Да, острый. Да. Как он справлялся? Были помощники? Ну, были помощники, конечно, но все равно у нас дети просто, они не няню не воспринимают, но бабушка, ну, понятно, бабушка, это бабушки, вот у них родители, и все. Ну, как бы, мы рады, наше родительское эго, счастливо, но мы... Как-то ты это с болью сказала в интонации. Нет, нет, потому что я понимаю, что это эго, возможно, это не очень хорошо, когда дети так сильно привязаны. Я считаю, что это очень хорошо. Ну, скорее всего, это нормально. Так должно быть. У меня есть некоторые проблемы с сепарацией. Были. Были. Им было сложно сепарироваться или тебе? Нет. Я так и знала. Конечно же, нет, да. Но, понимаешь, но с другой стороны, это дало мне множество плюсов. Я же благодаря этому сколько всего изучила, благодаря этому я очень много времени, как бы, ну, по своей возможности провожу с ними и отдаюсь им на сто процентов туда качественно. То есть те тринадцать процентов, сколько я с ними провожу, я только с ними. Я не сижу в телефоне, я там не отвлекаюсь, ничего. Я только с ними. Мы получаем новые впечатления, мы получаем новые эмоции, мы получаем новые знания. Что вы делаете, кроме леса? У нас есть игра, например, когда я понимаю, что вот мне нужно, там, вот человек, Ариан, например, она сейчас такой взрослый период начинается. Второй класс или третий? Первый. А, да, первый класс, да. У нас есть такая игра, карточки, там всякие вопросы психологического характера, там, про дружбу, про, там, школу, про страхи. И вот мы с ним разговариваем, разговариваем. Она с тебе делится, да, ты задаешь вопрос, и она рассуждает. Да, она делится, рассуждает, она такая закрытая девочка, но благодаря тому, что я пытаюсь оттуда достать, что это мама открытая, да, она все-таки делится. Вот у меня проблема, между прочим, с Темой, со старшим сыном, ему тоже восемь, вам почти восемь, и я пытаюсь с ним заиграть в эти карточки, ему неинтересно, у него не вызывает это интереса, и я-то хочу покопаться в нем и что-то, а ему они не вызывают интереса. Я не могу с ним вот так вот о чем-то порассуждать, поговорить, я всегда копаю себе, что это я такая плохая мать, не могу, правильный вопрос. Кстати, очень интересно, что скажет на это психолог. А психолог на это скажет, что чтобы ребенок вам открывался, он должен увидеть где-то этот пример. Но не хочет он сейчас отвечать на вопросы, карточки или какой-то игры. Ответьте сами, расскажите ему, поиграйте с мужем так, чтобы ребенок это видел. И самое важное, введите это в традицию. Например, каждый вечер за ужином мы садимся всей семьей и достаем одну карточку с вопросом психологическим. Каждый член семьи отвечает. Ребенок может сказать, я не хочу отвечать, мне не важно, я не буду, скучно. Но вы отвечаете, и в какой-то момент он потянется ни на первый, ни на второй, ни на третий вечер, но через неделю, когда он привыкнет, что есть такая традиция, когда он увидит, как взрослые открываются друг к другу, как, возможно, открывается бабушка или гости, которые в этот вечер с вами, или няня, он тоже будет это делать. Ему важно понять, открываться безопасно, быть открытым, это круто, это смело, но для этого нужно какое-то время. У вас это время в семье точно найдется. Мне кажется, мне кажется, что нужно найти правильный момент. Это однозначно, да, я не могу его найти. Выйти куда-нибудь в парк, строить пикник, вкусняшек его каким-нибудь сделать, бутерброды с каким-нибудь любимым сыром, просто, и достать вот эти карточки. С любимым очень подсчетом бутерброды. Настрой, поболтать, спросить про девочку какую-нибудь любимую, или потом, или заранее подготовить эти вопросы, не доставать карточки, а внутри. Вот, я как педагога пришла. Мы заговорились про проект «Выжить в Дубае». Вся страна следила именно за тобой в этом проекте. У тебя случился конфликт, вот чего я абсолютно не ожидала. Твои слова, если вы чувствуете одиночество в толпе, нужно уходить. Это не цитата из «Одиночества в сети», кстати? Нет, нет. Да, просто, просто, да. Это выглядело как буллинг в школе. Да, ты тоже это увидела? Да, это все увидели. Вот что ты скажешь об этом сейчас, спустя время? Почему это с тобой случилось? Почему это случилось со мной? Ну, смотри. Я считаю, что любое реалити – это очень крутая возможность получить психологический новый трансформирующий опыт. Я туда шла с целью идти до самого конца, насколько я могу. Я получила карт-бланш от своего мужа. И дети, они сказали, борись до конца. Я говорю, хорошо. Это было раз. Второй момент – это было то, что я решила, ну, все-таки как-то поярче себя проявлять. Потому что мой первый опыт звезды в Африке показал, что, как бы, ну, быть прямо, вот, вот просто вести себя, как обычные свои паттерны поведения – это, ну, я адекватный человек. Я не конфликтный человек. То есть есть люди, которые хороши для реалиции. Для конфликта. Да, да. Ну, реалити, он все равно, как бы, вся драматургия строится на конфликте. Вся. Вот. А есть люди, которые, ну, для реалити не очень подходят, типа меня. И я вот много анализировала, анализировала, думаю, нет, достану-ка я из себя какую-нибудь штучку. Ну, так что, ну, берем свою черту, увеличиваем ее, гипертрофируем, и получается ярко. В общем, играть. Ты начала играть. Нет. Я все равно осталась с собой. И это было очень-очень сложно. Я просто решила, на мне это не похоже. Я в какой-то момент решила разобраться, типа, а что это Мамаев тут, значит, другими манипулирует, грубо говоря, немножко подговаривает. И в обычной жизни я бы не стала так делать. Ты бы закрыла глаза. Ну, это их дело. Хотят подговариваться, но у меня свое мнение. Но так как это реалити, я думаю, а что это я буду, я разберусь. Я за справедливый вообще. Ну, да, я за справедливый. Зачем ты так делаешь? Я не хочу. И вот это был единственный момент, когда я пошла не по своему привычному сценарию. Но дальше все развернулось просто. Я была в шоке вообще от того, что происходит вообще у меня, у них, у всех. И дальше, ну, как бы я подумала, окей, хорошо, вы хотите так, тогда я буду так. Там много осталось за кадром. Конечно. Я не спала, не знаю, там, сколько, там, вот эти вот, там, две-три ночи, когда вот это все случилось, когда я начала получать от ребят укреки некоторые, да. Вот. Мне было суперсложно. Я вообще очень тяжело переживаю конфликты. У меня, помню, я закрывала глаза, а у меня перед глазами, там, я бессознательно, там, что-то там выдавало. Прям черви, мухи, тараканы, вот так вот это было. И я думаю, что происходит вообще с моей башкой, помогите. Ну, то есть, мне было плохо, мне было плохо. Но я подумала, окей, нет, я тогда буду, я уйду от этого, не хотела к ним возвращаться. Вот, и ушла. И ушла в противоположную команду? Ушла в противоположную команду. А это же было против правил? Да, это было против правил. И мне разрешили. Разрешили. И мне разрешили. Если бы мне не разрешили, я бы просто ушла бы с проекта. Это был бы, конечно, путь сдачи. Понятно. Я бы здесь проиграла и в шоу, и для себя. Правда, ты так считаешь? И внутри себя я бы корила. Да. Ну, я бы сама бы себя, скорее, я знаю, я самолет. Вот, поэтому я бы, скорее всего, сама бы себя бы подъедала бы. Но не разрешили. Потому что они тоже за справедливость. Потому что они тоже за справедливость. Ну, и это вообще классная история для такого, для развития. Для поворота. Да, и когда они мне разрешили, я подумала, вау, сейчас, короче, я покажу. Я себя чувствовала героиней какого-то фильма. Ну, то есть абсолютно точно. Я вот взяла какую-то такую энергию, такую. Жалеешь, что пошла туда вообще? Да, туда. Нет, конечно. Конечно нет. Я потеряла некоторых звезд. Это очень странно. Но, несмотря на то, что шоу закончилось, они все равно со мной часть не общаются. Я думаю, что все пройдет. Все пройдет. А если не секрет, с кем ты потеряла связь? Ну, я на связи там с Артемом Серго, с Тимуром. Ну, мы хорошо до этого знакомы были просто, но мы не дружим. Ань, ну, наверное, непросто сталкиваться с негативом людским, особенно, если это еще и от коллег исходит. Вот, например, Оля Серябкина говорила, что вообще не верит твоим слезам, что ты манипулируешь, что ты играешь. Вы с ней дружили вообще до этого шоу? Ну, так не хочется говорить плохо, но я хотела с ней дружить. Мне она очень нравилась внешне, мне нравилась ее сексуальность такая. Мне казалось, она такая вот очень интересная личность, ну, отличная для меня. Мы первые дни там как-то общались. А потом у нее случилось разочарование во мне. Совершенно необоснованное. То есть это не было манипуляции никакой там. Я женскими слезами ни разу не играла. Не использовала я это оружие. Может быть, зря, а может быть, не зря. Ну, просто, может быть, она не видела того, что там... Ну, ладно, короче, не было. Ладно, проехали. Да, в общем, я... Ну, после шоу они встретились, а меня не позвали. Ну, то, чтобы я прям сильно хотела бы. Я бы, наверное, если меня позвали, я бы, наверное, нервничала. Но даже ты были бы позвать. Ну, да. Тебе было бы приятно. Ну, как-то это было бы, наверное, профессионально, по-взрослому. А тут получилось, что у нас смешалось все. Работа, шоу, наша жизнь, отношения. Получилось какой-то такой непонятный, нездоровый винегрет. Вот. И они не позвали, еще и сторис там снимали. Типа, ой, а где ой? Да ладно. То есть не позвали и вспоминали. Ну, да. Скучали, наверное. Не знаю я, что это было. Вот здесь мне было неприятно сильно. Потому что это уже вынос за... Ну, я продолжаю сейчас, я сейчас делаю то же самое, что они. Продолжаю и выношу это все. Нет, ну, ты живой человек, это твои эмоции. И если такое случится, не дай бог, с твоими детьми, что ты... Вот ты один против толпы. Какой совет ты дашь? Вообще-то мы всегда одни. Ну, по сути, по своей сути. Да, мы вместе. Но надо быть очень цельной личностью для того, чтобы выдержать вот такой вот натиск. Но если такое случается, вот прям вот в конфликте один против толпы. Не один в толпе, а один против толпы. Да, один против толпы. То надо держаться. Все равно все меняется. Все всегда идет на развитие. Все вот такие вот сложные события, все вот эти конфликтные ситуации, какие-то, ну, в общем, вот эта вот вся сложность, это все ведет к развитию и росту. Ну хорошо, это ты для взрослых объясняешь. Очень часто дети сталкиваются с буллингом, например, в школе. И вот твоя цитата, если не принимают, нужно уходить. И вот в такой ситуации что ты считаешь нужно делать? Нужно переводить другую школу или нужно говорить учись, выстраивай отношения, борись? Я думала про буллинг, если он случится в школе, я действительно очень боюсь этого. Вообще я считаю, что буллинг это страшнейший, это яд просто, который есть в человеческих душах. Я бы сказала, я бы попробовала дать совет такой, что попробуй сначала сам. Во-первых, не обращай внимания, не вовлекайся в эту игру. Ребенок. Ребенок. Не вовлекайся в эту игру. Да. Они видят это, вот те, вот эта толпа, видят, что ты цепляешься, как только они это увидели, они будут продолжать вкручивать. Не вовлекаясь в эту игру. Ну, я не знаю, кто у него авторитет, кому он доверяет. Нельзя оставаться одному, потому что ребенок с его нежной, еще нежной личностью, он хрупко, он может не справиться с этим. Вот. И, ну, а если не получается, уходи. Менять школу. Менять школу, да. Но это уже, я считаю, что уходить, это уже такая крайняя мера. Это вот про то, что я говорила сдаться. Я ушла в другую команду, я не ушла с поля. Я осталась на поле. Я просто поменяла свою тактику. Моя цель была победа. Я к ней шла любыми способами. В своей команде, не в своей команде. Его цель ребенка учиться. Что делать, если ребенок сталкивается с буллингом? Во-первых, нужно распознать поточнее. Это действительно буллинг? Или просто дети поссорились? В чем отличие? Когда дети просто поссорились, то это один на один. Ну, пообзывались, может быть, даже подрались. Но в целом, действительно, с этим может ребенок разобраться сам. И родители, которые, как только его ребенка кто-то в школе дурачком назвал, они влезают, ссорятся, собирают родительские комитеты, идут к учителям. Они, на самом деле, только мешают ребенку научиться выходить из конфликтных ситуаций самостоятельно. А буллинг – это когда много против одного. Не когда один на один, а когда целый класс или большая группа против одного ребенка. И в этой ситуации говорить ребенку, что не обращай внимания, не отвечай. Это бесполезно, невозможно не обращать внимания. Это очень тяжело. И это чаще всего не останавливает тех, кто хочет действительно заниматься этой травлей. В ситуации буллинга вмешательство взрослого необходимо. Ребенок не может разобраться сам. Если бы он мог, он бы уже разобрался. Но если эта информация дошла до вас, значит, ему уже сложно противостоять вот этой толпе. И тут очень важно прийти к учителю, прийти к родителям этих детей. Не с претензиями, как вы могли такое допустить, какие ужасные учителя, какие ужасные родители, какие ужасные дети. А прийти за кооперацией, сказать, ребята, у нас в классе происходит какая-то ерунда. Много детей травят одного. Такого быть не должно. Давайте соберемся вместе, решим, что с этим делать. Вы, учитель, находитесь рядом. С высоты вашего опыта скажите, что нам, родителям, нужно предпринять, чтобы прекратить эту ситуацию. И вот на этом уровне, сообща, решайте этот вопрос. И только если на этом уровне решить вопрос не удается, тогда вы идете выше, вы идете к директору, но в любом случае добиваетесь решения этой ситуации. В самом крайнем случае действительно можно перевести ребенка сначала, допустим, в другой класс, а потом в другую школу. Но это самая крайняя форма решения этого вопроса. Более того, этот вопрос не решает, потому что если ребенок западает в роль жертвы, то он и в новой школе найдет своих тиранов. Старайтесь решить этот вопрос на месте сиюминутно. И не откладывайте, когда ребенок справится сам. Он не справится. И еще очень важно. Сейчас я обращаюсь к тем родителям, чьи дети не подвергаются травле, а чьи дети травят других детей. Имейте в виду, ваши дети в еще большей опасности. Согласно исследованиям, риски заниженной самооценки, тяги к суицидам, разные негативные мысли больше присущи агрессорам, чем жертвам. Ваши дети, если они агрессоры, они в первую очередь в группе риска. И вам нужно включиться в эту ситуацию в первую очередь, а не думать, что если вашего ребенка не травят, то вас это не касается. Вас это касается еще больше, чем других. Он учится учиться, а еще он учится выстраивать взаимоотношения. И вот эта команда буллеров, если их можно так назвать, они тоже дают определенный способ научиться выстраивать отношения. Согласна. А твои дочки смотрели шоу? Они смотрели, не ходили на премьеру со мной, но там много всяких словечек, которые не запеканы. Я в Белорусстве. Ну, типа... Типа мата. Типа жопа. Ладно, это еще мягко. Нет, мы дома не говорим. Мягко сказано. Мягко. Ну, мят, там, мят за... Мят. Мат, он за... Звучит мятно. Мятно, да. Мат, он запикивается, а вот эти вот... Поэтому я ему не показываю. Ну, и плюс, я не знаю. Они знают, дети мои знают, что я ушла в народную команду, они какие-то кусками выхватывают, что-то там спрашивают у меня. И говорят, мама, а почему ты ушла из звездной команды? Почему-то я говорю, ну, мы с ними поссорились. Они... И рассказывали. Они спрашивали, да. А почему вы поссорились? Я говорю, ну, потому что я спросила то, что они как-то не понравились, и мы вот... Ну, в общем, я каким-то детским языком объяснила. А у твоих детей много друзей? Ну, у них много, да. У старшей, у младшей? У них три года разница получается. Да, ну, они прям лучше, они вдвоем все время. Все время вдвоем. У нас, у них, конечно, есть друзья, ну, прям лучшие подружки. У них, наверное, там... Дмитрий. Ну, это прекрасно. Я так ждала, что ты это скажешь, потому что у нас была психолог Вика Дмитриева, которая сказала, между прочим, тебе будет интересно, а зрителям я напомню, что с ребенком все нормально, есть ли у него два, три и более друзей. А вот если нет друга, то такой ребенок будет искать... Это причина для тревоги, и ребенок будет искать какие-то разные компании, ситуации, где его возьмут в стаю, потому что все мы, все мы живем в стае. Ну, вам, на самом деле, уже тоже не рано знать эту информацию. Нет. Потому что меня очень спасла эта информация. Да, да, да. Я стала обращать на это внимание. Да, 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 хорошая информация. Надо посмотреть это интервью. Да, да, да. С Викой. Мне, как артисту, очень важно, как я выгляжу. Оказывается, современная стоматология это не только лечение зубов, это забота о здоровье человека в целом, потому что влияет на красоту, молодость и долголетие. А вы знали, что косметологические изменения лица, морщины, головные боли, боли в суставах и даже храп могут указывать на неправильный прикус? За ответом я обратилась в одну из лучших столичных клиник в Бостонский институт эстетической медицины, где постоянно изучают и внедряют мировые достижения. Более подробно расскажет профессор Константин Ромкин о влиянии прикуса на здоровье в видеоматериалах, которые можно посмотреть по ссылке в описании. Комплексный подход, комплексное лечение, когда он не только видит зубы, а чуть-чуть дальше смотрит. Доктор смотрит на осанку пациента, на то, как он дышит. Безусловно, на зубы, на челюсти, сустав. И все это в комплексе, потому что все связано одно с другим. Осанка в значительной мере влияет на положение челюсти, на прикус, то есть так, как это зубы смыкаются. И вот на те реставрации, которые вам доктор делает, будут они у вас стоять год-два или вечно, или нет. А это зависит от функции. А функция зависит от положения челюстей, от того, как мышцы работают, от того, как вы дышите и так далее. Очень часто мы видим прекрасные работы. Все очень красиво. Но пациент приезжает с ежедневными головными болями, болями в шее, напряжением мышц плечевого пояса. Иногда даже это связано с нарушением дыхания. И что оказывается, что сделана прекрасная работа, красивая, и даже не зависит от того, сколько вы денег на это потратили. Но у пациента начинаются проблемы со здоровьем, функциональные проблемы, либо бесконечные сколы, расцементировки и так далее. Почему? Да потому, что это сделано не в правильном положении челюстей, в неправильной осанке и так далее. То есть вот весь этот комплекс, о котором мы говорим, что все связано, начиная от осанки дыхания и заканчивая положением челюсти и суставов, что в свою очередь либо приводит к балансу мышечному, либо нет. Субтитры создавал DimaTorzok Тяни следующую карточку. скрепы против чайлдфри. Так. Давай. Такая тема. Ты в своем блоге раскритиковала женщин чайлдфри. Помнишь такое? Помню, помню я была, да. Ты сказала, что ты можешь понять вынужденную меру не иметь детей, но когда это осознанный выбор, ты этого не понимаешь и это вызывает у тебя вопросы. Ну, давай так. Прям вот раскритиковала, это прям жестко звучит. Я всегда, весь мой блог, это просто мои эмоции, мои чувства, мои мысли. Я была в Африке в командировке двухмесячной от детей. Поэтому все это было, конечно, очень остро. Каждый имеет право на свой собственный выбор. Но я считаю, что есть три, вообще есть три категории. Чайлдфри. Нет, не чайлдфри. Чайлдлесс, да, Чайлдхейт и Чайлдфри. Да, правильно. Вот эти три. То есть, если по-русски это те, кто ненавидит детей, те, кто не может, и те, кто против детей, да. Вот я считаю, что те, кто не может, ну, их вообще осуждать здесь и как-то что-то говорить. Есть просто, почему люди не заводят детей? По каким причинам? Есть причины логичные, осознанные, а есть причины, которые только лежат на поверхности. А там, например, у них не хватает денег, они боятся жить в бедности, и они не заводят детей, потому что дети, это тоже определенная... Это уважительная причина, на твой взгляд? По мне, нет. По мне, нет. Почему? Потому что, ну, ты же можешь что-то сделать для того, чтобы как-то увеличить свой финансовый достаток. Можно что-то сделать. И плюс, когда рождается ребенок, сверху вселенная, Бог, как называет, всегда дает... Так говорят. Так и получается. Ну, то есть, это мой опыт, и я это вижу. Поэтому для меня это не показатель. Так можно... У меня есть парочка знакомых, которые мне заводят детей по причине того, что еще не успел квартиру купить, не успел там это заработать. Ну, он ничего и не делает. То есть, типа, откладывают. Ну, да. Но он ничего не делает для того, чтобы... Это, на самом деле, это просто прикрытие. Как правило, люди, которые не хотят детей, они придумывают какие-то отговорочки, но там в детстве заложены какие-то травмы, заложены какие-то неправильные установки. Может быть, это... Им казалось, когда они были маленькие, может быть, родители говорили, что ты лишний, ты... Ты видишь... Он видел, что ребенок является обузой. В нашем детстве, действительно, в советское время это было очень сложно. Родители на 3-4 работах работали, приходили домой вымытыми, а там ребенок тоже требует. Ну и понятно, что в таких условиях ребенок может быть действительно обузой для кого-то. Или родители, например, развелись, да? И этот страх быть без мамы, без папы. И там очень много всего спрятано. Поэтому... Мы же существа, у нас заложено это. Развиваться, размножаться. Поэтому... Поэтому я уверена, что под лозунгом Child Free есть вопросики, которые нужно решить с психологом. Еще в своем телеграм-канале ты высказывалась против абортов. Да. И медикаментозных, и хирургических. Ты против абортов. Почему? Я против абортов. Но я считаю, что это святое, это жизнь, которая приходит к нам свыше. И если она пришла, то нужно это принять. Отказываясь от ребенка, ты закрываешь себе некоторые пути. Понятно, что в нашей жизни мы... Нам дают в этой жизни вообще все. То есть у нас может быть все, о чем мы только не захотим. Но это мое мнение, что если приходит ребенок, даже если он... У меня была такая ситуация, когда я была беременна Машей, врач сказал, что у меня ребенок с синдромом Даун. И мы с мужем... На каком сроке? Ну, это было, наверное, восьмая, девятая неделя что-то такое. Да, скрининг. Да. Мне сказали пол, и мне сказали, что у него какой-то параметр, который у синдрома Дауна. Мы переживали, конечно, это очень сложно с мужем. Где-то мы ждали... Я пошла сделать анализ перинатальный неинвазивный тест, который бы показал уже вероятность. Но мы вот эти две-три недели, пока мы ждали этот тест, все это переживали внутри себя. Мы никому не говорили из своих родных, что у нас кажется, ребенок с синдромом. Но мы решили, что мы его оставим. То есть вы проговаривали все эти две недели друг с другом, решали и решили... Мы решили, что мы его останем, потому что нам дан такой ребенок. Он не просто так нам дан. Я вообще считаю, что в нашей жизни ничего не бывает просто так. Из всего нужно понять, а зачем? Для чего? Не почему, а для чего? И тогда жизнь становится гораздо интереснее. И для чего тебе приходит жизнь, ты беременеешь, а ты уберешь и лишаешь. Хочу задать тебе совершенно иной вопрос. Вот психолог Марк Бартон утверждает, что рождение ребенка пробуждает и увеличивает в женщине творческую и сексуальную энергию. Вот после рождения первого ребенка ты почувствовала себя другой? Ты почувствовала, что ты изменилась, не знаю, стала увереннее в себе, ярче, успешнее, у тебя выросли крылья, ты почувствовала свою силу как женщина? Да, я абсолютно точно увидела эту закономерность и с первым, и со вторым ребенком. То, как я изменилась внешне, ничего не делая с собой, то, как я изменилась внутренне, это все случилось благодаря рождению детей. То есть, я прямо раскрылась как женщина, я вот, вот это вот, еще плюс у меня дочки же, это же тоже усиливает это все. Поэтому, ну, это прекрасная энергия и, в общем, рождение детей тоже восхитительно. Я не знаю, каково это быть мамой мальчик, прекрасно, но я уверена, да, что там вообще другие, но совершенно потрясающие. Я стала мини-юбки носить после рождения первого ребенка, да, до этого я их не носила, я стеснялась. Да, так что это, я тоже согласна, с абсолютной, абсолютной правдой. Ты как-то писала, что ты хотела бы быть многодетной мамой и рожала бы, и рожала бы, если бы не работа. Да, так как я карьеристка, так как у меня, я очень амбициозный человек, и вообще в принципе я хочу везде и все. Я просто понимаю, что меня на третьего ребенка, вот пока где-то те маленькие, не хватит. То есть вот те 30% времени мне придется разбить еще каким-то образом, по 10, ну потому что там с этими двумя еще как-то более-менее могу с ними одновременно находиться, но если еще там вот маленький там был бы два назад, то вообще это был бы разрыв. А ты берешь их с собой на работу? Я беру их с собой на работу, когда чувствую, что перерабатываю, что вот эта вот процентовка снижается. Я беру их тогда с собой. Они любят на мне приезжать. Ты берешь игрушки с собой, да? Ну да, ну иногда, но няню не всегда беру. Они приезжают, им нравится, ну конечно везде не меня. Они любят сидеть у меня в актерском вагончике. Прикольно, да? Прикольно, они выходят в буфет, чай попьют. Ты еще говорила, что в целом ты была бы готова усыновить ребенка. Да. Ты задумывалась об этом? Часто. А когда? Ты и сейчас об этом думаешь? Я сейчас об этом думаю, да. И вы с мужем это обсуждали? И мы с мужем это обсуждали, мы понимаем, что это очень такой серьезный и взрослый шаг. Но я уверена, что мы это сделаем. То есть вы заодно в этом вопросе? Мы заодно. Он тоже этого думает? Да, он тоже. Мы считаем, что если нам Бог дает возможности, и почему бы нам не помочь какому-то ребенку? Кстати, один психолог, не один, а мой психолог, с которым я была в терапии долгое время, я ей задала, подняла эту тему, задала ей вопрос. Я говорю, вот хочу ребенка восстановить. и вдруг она мне сказала, что это неправильно. А до этого нам гость говорил, что психологи не имеют права советовать. Вот. Они должны только направлять. Вот. Хотя она очень хороший психолог, она обычно... И почему неправильно? Значит, она объяснила это тем, что ребенок приходит в этот мир, у него есть своя задача. А я вмешиваюсь в эту задачу, и типа, да, да, да. Я говорю, так я же тоже в этой цепочке получается. Я говорю, я же иду от себя же. Ну, но потом я поняла. Казалось, что она сама хотела восстановить ребенка, а муж ей не дал. и она захлопнула в себе это желание вот такой вот нелогичный, нелогичный объяснение. Да, это очень... Согласны же, что это не так? Во-первых, это непрофессионально, мне кажется, и во-вторых, конечно, она переложила свой опыт на тебя, но как ты относишься к историям, когда люди усыновляют детей, и потом они вырастают, они начинают проявлять свои генетические проблемы, так скажем. И очень частые случаи, когда детей возвращают обратно в детский дом. Вот такой страх у тебя есть? Есть, конечно. Это, мне кажется, основной страх тех, кто собираются усыновлять детей. Я даже лично знаю таких людей. Да. Но я все-таки надеюсь, что нашего опыта хватит на то, чтобы найти подход и к ребенку с девиантным поведением. Потому что к каждому человеку есть подход. Я уверена в этом. Понятно, что просто нырять с головой, не узнав его историю, его родителей, лучше так не делать, все-таки надо как-то изучить. Это с любым вопросом. И даже если я начну изучать и увижу, что у него там сложные там родители, там проблема была, там проблема была. но если я чувствую, что это мой ребенок должен быть, значит, мне вот это все не будет помехой. Я тут недавно вела программу на ТВ-3. Очень классная программа, викторина. Но это не просто викторина, ко мне приходят люди, зарабатывают деньги не для себя, а для какого-то человека, который помогает другим. Вот. Такая очень добрая, прекрасная, интересная программа. Вот там как раз были гости, дети, они зарабатывали деньги для своей мамы. У мамы нас 10 детей, 10 детей. Трое самодельных, так она называет, своих, и семеро приемных. И вот эти все семь детей она брала, она осознанно брала сложных детей. Она понимала, что их, скорее всего, никто не заберет, а она их взяла. И этот мальчик, который сейчас, ой, богатый, прекрасный, прекрасный мальчик, который играл со мной, умнейший, приемный. он ее родной. Он ее родной, но он просто, видите, 10 детей, и он такой смарт, значит, все остальные смы. Она говорит, я говорю, а что вы там читали что-то перед сном? Она говорит, мама читала мне теперь чуть ли не энциклопедии. Ну, то есть, мама занималась с детьми, мама вкладывала в них. Она помогла семерым, минимум, детям. А муж ушел от нее. На каком ребенке, интересно, сломался? Я так понимаю, на последнем году. Осталась ипотека у них, маме нужно закрыть. Ну, вот и скажи, пожалуйста, я так понимаю, они пришли зарабатывать деньги, то есть, они выживают, да, тяжело? Для мамы ипотеку закрыть хотели, да. Ну, вот этот сын, он первый был, ему там сколько, наверное, 21 может быть, 23, ну, вот такой, ну, прям вот. Я уверена, что при правильном, при правильной женщине он сможет очень много. Да, это очень, очень интересно, острая, сложная тема, становление. Культура детства. Твоё новое детище, детский садик, как ты к этому пришла? Ой, ну, это был такой, как бы вообще длинный путь, потому что я хотела, вообще, у меня такая была мечта очень давно, лет, наверное, 20, я услышала от своего знакомого, что у него есть, что он хотел, открыть детский сад, и меня вдруг, бам, прям шибанул, я думаю, боже, это же я хочу, я же хочу, я потом все эти года просто эту мысль лелеял, и всё, вот она мне внутри жила, и жила. Я понимала, что я очень, у меня есть способности в педагогике, я с удовольствием занимаюсь со своими детьми, с другими детьми, не просто играю. Такой пионер-вожатый, да? я должна была. Хочешь в лес пойдём, хочешь с крыши прыгнем? Идём в лес, но в лесу мы будем, изучать грибочки, собирать ягодки, смотреть, смотреть на птичек, ну, в общем, всё с пользой, думать о лесе, говорить о мире, и так далее. То есть, вот всё через игру, через общение с детьми, но образовательное. С пользой. С пользой. Аня говорит, что она с удовольствием занимается со своими детьми, она такой пионер-вожатый. Но, если честно, это такая редкость. Дорогие мамы, которые сейчас смотрят это шоу, имейте в виду, если вам иногда скучно играть с вашими детьми. Если вы не знаете, как придумать сотую игру, вам не нравится пять раз подряд читать сказки, ходить с детьми в поход, вы абсолютно нормальный родитель. Ведь, чтобы играть с детьми с удовольствием, нужно действительно иметь к этому предрасположенность, талант, какой-то определенный склад характера и личности. И здорово, что у Ани так получается. Но не вините себя, если это не так. Взрослому человеку в норме бывает скучно играть с детьми. Но этому можно научиться. Возможно, вы будете делать это без особенного удовольствия. Но вот вам небольшой совет. Если вы не знаете, чем заняться с детьми, и вам все скучно, неинтересно, выберите то, что хоть немножечко нравилось вам в детстве. Если в детстве вам нравилось читать книжки, ребенку читайте книжки. Это будет ваша родительская специализация. Если вам не нравятся вот такие статичные развлечения, типа читать книжку, лепить из пластилина, нравится что-то подвижное, значит, ваша родительская, материнская специализация это пойти подвигаться куда-то, побегать, поиграть в догонялки или полазить на детских горках и площадках. А возможно, наоборот, вот это все движение вам не нравится, но вам нравится делать какие-то поделки. То есть найдите свою родительскую специализацию и делайте с детьми то, что вам нравится, то, что вам близко. Не надо с замученным лицом сидеть и играть в то, что вам вообще не вызывает никакого интереса. И при этом найдите также родительскую специализацию у папы, у бабушки и пусть каждый из них занимается тем, что интересно им. Так вы сможете покрыть максимум сфер у ребенка и не будете заставлять себя, ведь после того, как мы себя заставляем заниматься с детьми, мы чувствуем огромную усталость, а этого нам не надо. И вот у меня был период какой-то такой, ну, немножечко простой на работе. Как бы были съемки, то что-то меня ничего не вдохновляло, как-то вот я думаю, что надо что-то вот прям вот пустить новую струю какой-то энергии в свою жизнь. И я, помню, сидела на кухне, взяла бумажку, никому не рассказывала, первый раз так, эксклюзивчик. Взяла бумажку и начала писать. То есть, когда я прихожу к такому периоду, когда я не понимаю, о чем мне заняться, ну, вот у нас, наверное, вот у всех, у каждого человека такое есть. Были такие моменты. Я начинаю писать. Я вообще взяла эту бумажку и начала выписывать сферы, в которые я могу себя отправить. Выписала их, там было где-то 6-7, там какой-то такой серьезный блогинг и там то-то, сё-то. И в общем, и начала вычеркивать, по мере интереса. да, по увеличению интереса, да. Вот. И в итоге у меня остался детский сад. И я подумала, да, да, это то. Ну, то есть, я головой или, наверное, даже сердцем не до конца признавала, что, как бы, это же совсем новое, это же вообще другое. Но я понимала, что я хочу. И я добралась смелости и мы туда пошли вместе с мужем. Вместе с мужем. Вы открыли этот бизнес, вместе с мужем. Мы открыли этот бизнес вместе с мужем. Мы набили уже кучу шишек. Но начинала всё равно всё я. Я сидела, там, собирала вот это всё внутри себя, из разных источников, информацию, что это должно быть, как это должно быть. Ну, я не знаю, наверное, полгода я вот формировала внутри себя вообще идеологию немножечко. свобода и творчество это основные принципы, которые прописаны про ваш детский сад на сайте. свобода и творчество. Ты сама как считаешь, как мама, в чём, в чём грань? Границы должны быть. И свобода, то есть должны быть и границы, и свобода. Внутри этих границ. Внутри этих границ. Свобода, да. Я помню, что у меня был такой инсайт, я много думала, не могла понять, как вот это сформулировать, как это найти, потому что, ну, это достаточно такие тонко ощутимые вещи. Я помню, я, значит, утром бегу, пробежка у меня, утренняя пробежка, и я бегу и испытываю невероятное чувство свободы. Вот просто оно меня пронизывает. И потом я думаю, ну, как же так? И тут я поняла, и вот тут меня осенило, что свобода невозможна без дисциплины. То есть если бы я сама бы себя не заставила, я бы это не испытала. Не ощутила бы этой свободы. Да, этого бы не было. Поэтому это вот, вот оно как-то тонко вот так вот встраивается. И в детском саду то же самое, везде то же самое, но всё должно быть от человека к человеку. Обычно человек к этому знанию приходит годам к 35. Вот, здравствуйте, я 36. Бежала 35. Как ты объясняешь своим дочкам, что свободу они могут почувствовать только от твоей жёсткой дисциплины? Нет, у нас не жёсткая дисциплина. Но у нас есть, то есть мы живём в обществе, это всё социально, мы всё равно, у нас есть правила, мы не можем существовать друг с другом без определённых правил. Это же не дисциплина. там нет, нет. Ну, в общем, мы им периодически зачитываем, но это нечасто, это, понимаешь, не очень, давно не читала. подзабыла. Да, 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 да. Но у нас есть правила, которые, это просто покупная такая штука, но она редкая, да. А так, внутри нашей семьи, конечно, есть определённые правила, мы уважаем границы друг друга, мы уважаем время друг друга, мы уважаем желания. У нас, конечно, в семье очень похоже на демократию. Похоже у нас. Но иногда... То есть полный хаос, да? Нет, нет. Не полный? Нет, не полный. Частичный, частичный, да. Когда я дома, дети со мной, у нас всё чуть-чуть по-другому, построже. А с папой, конечно, у нас, да, папа у нас такой, ты доченький. То есть ты плохой полицейский, да? Ой, ну я бы... Я долгое время говорила мужу, я говорю, не хочу быть моим полицейским, я не хочу быть. Но так получается. То, что у Ани дома есть правила, это просто прекрасно. Дети на самом деле любят правила. Родителям может казаться, что дети только и делают, что нарушают правила. Но для стабилизации детской психики правила и границы просто необходимы. Но их должно быть не очень много. Я считаю, что их должно быть примерно по количеству лет ребенка. То есть если вашему ребенку три годика, то достаточно всего три понятных правила. Или если ребенку семь лет, то правил уже может быть семь. Но в любом случае делайте не больше десяти правил. Ребенок их просто все не запомнит. Вот мы видим, даже Аня не помнит все правила, которые есть в них в семье. И, конечно, правила должны быть очень понятны по возрасту. Уважать друг друга, вот даже если я взрослого человека, спрошу, что такое уважать друг друга, ну, это будет сложно ответить. Поэтому пусть правила будут очень конкретные. Например, слушать маму и папу в вопросах уроков, или учебы, или мытья перед сном. Или может быть правила, связанные с безопасностью. Например, не открывать дверь незнакомым людям, или не убегать на улице от мамы, или каждый день перед сном чистить зубы. То есть вы устанавливаете правила понятные, простые, которые всей семьей вы будете соблюдать. Если вы установите правила, которые только для детей, а сами их соблюдать не будете, то и дети очень скоро начнут саботировать эти правила. Поэтому, если уж вводите правила, соблюдайте всей семьей. Это будет вас объединять, это будет добавлять границы, это будет добавлять спокойствие вашим детям. Тяни следующую карточку. Вот это миром. Духовный рост. Ну, ты создаешь впечатление такого ищущего и жадного до информации человека. Да. Да, да, да. Ну, у меня духовный... Ну, да. Как твой духовный рост отражается на твоем родительстве? Как тебе это помогает? Я уже поняла, что ты считаешь, что твои дети помогают тебе духовно развиваться. Ну, они стали толчком, на самом деле, в познании духовного мира, за что я им невероятно благодарна. Ну, они мои учителя, а я их учителя. Учителя, они твои, все равно, что вроде... дети родители, учителя друг к другу. Вот. С появлением просто старшей дочери у меня вот это вот все началось. Сначала я начала... Я поняла, что я вообще не понимаю, что с этим кусочком делать. У меня была страшнейшая вообще вот эта послеродовая депрессия. Правда? Да. А как ты из нее выходила? О-о-о-о... Не знаю. Я не знаю. Сама или с помощью? Сама. Я выходила сама, но у нас очень сложная вот первая дочка. Как-то она... Первый год со старшей дочерью был диким. Она плакала все время, кричала. Она такая очень крикливая, ну, здоровая была, ну, нормально. Ну, вот она вот кричала, кричала, кричала. Такой характер. А, да, да. Наверное, восточный кровь. Хотя мама говорит, что я в первый год жизни тоже ей не давала вообще продажи. В жизни, да? А помощь была? У нас была няня, конечно, я работала же, да, но я же тревожная мамка, я же привязанная мама. Да еще и первый ребенок. Первый ребенок, я ревнивая была еще. Ну, я стала в психологии к детям своим. Вот, поэтому это все, эта помощь не помнит. Вот, и, конечно, поэтому я не понимала, что мне делать с этим ребенком, и начала изучать психологию детскую. Думаю, что, так это же оказывается, там еще больше, там, я могу больше, что-то есть, чем просто психология. Хотя психология, это изучение души. И вот я начала изучать душу прямо от и до. Как интересно. Много-много читала, да? Очень много читала и обучалась, у меня всякие есть, дипломы и... И что конкретно ты благодаря этим знаниям изменила в себе? Да вообще всю свою жизнь. Я изменила весь... Я изменила подход к жизни. Я изменила подход к людям. Я больше не эмоционирую, как эмоционировала раньше. Меня не сложно пробить. Я... Ну, бывает, конечно, когда... Ну, некоторые... Когда я, например, пропускаю, там, долго не занимаюсь какими-то практиками или вообще... Вот, нахожусь не в осознанном состоянии за темпом. Вот, я загоняю, 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 потом такая, о, тормози. Вот. Но так, в общем-то, как бы я ощущаю себя достаточно цельной внутри. Ай, вообще не слыша себя. Интересами других людей. Интересами других людей. У меня совершенно не было своих собственных границ. Я не умела говорить нет. Я вот такая вот... Всегда была такой хорошей девочкой. Я, самое главное, я не понимала чётко свои желания. Я не знала, как делать. И только с рождением детей всё встало на свои места. Только с рождением детей, только с момента, когда я начала узнавать свою душу и себя, я стала... Мой мир стал многокранным. Мой мир стал не плоским, а прям вот таким... Он такой интересный, он такой глубинный. Хорошо. А если говорить конкретно, вот Аня времён универа, и Аня сейчас... Универ до сих пор идёт, так что... Или ты про университет? Первого универа, исторического универа. Ну, это вообще... Две разные Ани. Нет, я бы не стала так говорить. Нет. Я бы сказала, что это я, но просто такая плоскенькая, такая, ну, не оформившаяся. А сейчас я вот чувствую себя женщиной, я чувствую себя, что я раскрылась, раскрываюсь. А там она была такая, вот-вот-вот, ищущая, такая вот, набивающая себе шишки. Сколько я вообще всего... Я была безумна. Моя жизнь, просто меня вот так вот... Я позволяла себе всё практически. Ты даже уходила из дома. Я уходила из дома. Я... Это был бурный пубертат? Да, да, да. Ну, он был, конечно... Да, понятно, что это было из-за пубертата. Я, видишь, революционерка. Оказывается, всё равно же я революционерка внутри, где-то там, да. Вот. Вот твои родители пережили такой твой жёсткий пубертат. То есть, это самое сложное, мне кажется, что, может быть, в этот период, кроме наркотиков, это вот эти уходы грациозные из дома. Да, но они у меня были всё равно связаны с наркотиками, эти уходы из дома. У меня был бойфренд, который употреблял наркотики. Это самый страшный сон любой матери. Страшный сон любой матери. Прям с Бога, да, срвала. Я решила его спасти. Спасла? Нет, 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 нет. Я просто упала на днище, и потом выбиралась оттуда сама. А ты своим детям будешь об этом рассказывать? Я буду делать всё возможное, чтобы такого не случилось. То есть, родители знали, что мне нравится этот мальчик, они, зная, что там есть некоторые проблемы, чувствовали. И запретили мне с ним общаться. Не запретили? Запретили. Да. И запретили мне с ним общаться. А, соответственно, когда... Как это? Так, так, так. Так, я помню, эту ночь, когда я взяла, собрала чемодан. Ужас. Собрала чемодан, написала записку и ушла. Но у меня ещё были такие попытки и в школе, я помню, я на два дня к подружке уходила. Тоже что-то... Меня запрещали с ней дружить, что ли, или что-то такое. Запреты. Классические, неправильные, невозможные запреты. Да. Ну... Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок что-то сделал, запретите ему это по этому принципу. Да. Ну, то есть с твоими детьми этого не должно произойти, потому что ты не будешь им запрещать. Правильно я поняла? Я надеюсь, что с ними этого не произойдёт. Но там не только это. Там не только это. Я... Это не просто из-за запретов. Мне это зачем-то понадобилось, во-первых, кого-то спасать. Во-вторых, мне понадобилось почувствовать себя самостоятельной. Это же тоже правильно. Ребёнку нужно почувствовать себя взрослым. А мне не было такой возможности. Поэтому вот уже дошли до того, что... Была гиперопека со стороны родителей? Я бы не сказала, что это прямо опека, я бы сказала гиперконтроль. Контроль. Да. Вот. И с другой стороны, ну вот... тоже маму будет слушать, и это неприятно. Вот, наверное. Ну, если всё равно говорить про установки от родителей, твоя мама говорила, подруг не пускай к своему любимому. Да. Да. Я просто понимаю, что это её опыт. Ты когда это поняла? Ведь не сразу, да? Ты сначала жила её установкой? Наверное... Я думаю, что это её установка... Эта установка ворвалась в мой ментал. Да. и там как бы трансформировалась в то, что я... Во-первых, у меня были сложности с подругами, у меня были сложности с красивыми женщинами. Это я тоже у психолога размотала. и... Ну, и вот её как бы... Они тебя не любили или ты их? Ну, это правда очень интересно. Мне казалось, что я их любила. Но, видимо, где-то там в душе я ожидала от них какого-то подвоха, какой-то подставы. Чувствовала их соперницами, да? Ну, наверное, да. Наверное, да. И я потом отмотала и поняла, что о, так это оказывается. Вот оно, что сейчас моя лучшая подруга невероятная красотка. Просто невероятная красотка. Она хорошо общается с моим мужем. Но я до сих пор считаю, что вот такой вот прям супер тесной дружбы между мужчиной и женщиной быть может очень редко. Вот. Это маленький шанс. Она есть. Она, конечно, есть. Но просто если люди осознанные... Вот, короче. Мне тут недавно сегодня был прекрасный инсайт. Хочется очень им поделиться. Мое личное открытие. Мы любим, когда делятся сами. Да. Вот я человек верный. У меня любимый муж. Я его обожаю. Хочу с ним прожить всю жизнь. Я считаю, что женщина не должна изменять. Вот таких вот я и мужчина тоже, конечно. И мужчина тоже, да. Вот таких вот я устаревших программ человек. Но все равно мы находимся в социуме и мы чувствуем иногда какую-то вот энергию между другим мужчиной и собой. флейты, энергию, связь, искорки, как угодно. Если это же вот эти искорки и можно превратить вообще в какой-то роман и так далее. И довести вообще до безумия вот этого все. но это есть та самая созидающая энергия. Когда у меня эта энергия появилась с мужем, мы пошли в отношения и создали прекрасный проект под названием Марьяна и Мария. Ну и семья и так далее. С другими людьми, когда между нами происходит искорка, я создаю другие проекты. И это не про любовь. Тебе повезло, ты актриса, ты можешь это сделать. Нет, это не значит, что у меня только в кино там вообще далеко не с каждым получается так, что там искорки. Но вообще какие-то проекты. Вот это самое кокетство, вот то самое как это еще называется? Ну в общем, когда люди друг с другом кокетничают. А как твой муж относится к твоим инсайтам? Милый, эти искорки это созидающие энергии. Нет, оно потом приобретает очень правильную форму. есть мы привыкли, что иск иск как это значит что у них там что-то будет. Нет, не надо закрываться от этого. Нужно быть открытым, просто осознанно относиться. Это все вопросы выбора. Я выбираю семью, я выбираю своего мужа, я выбираю счастливые, крепкие, честные, открытые отношения. Если я буду что-то там искорки доводить до каких-то вот этого всего, этого, того, что я выбрала, у меня этого не будет. Я это понимаю. Поэтому я убираю все, что не нужно и оставляю только классные искорки, которые нас доведут до создания, не знаю, какого-то нового продукта, направления и так далее. Ну, чего там только может не быть. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что твои дети скажут о тебе в кабинете у психолога? Я надеюсь, что я вот этой своей полезностью не задолбаешь. Не задолбаю. И, да, что они то есть я говорю, если мы кушаем полезненькую пищу, читаем полезненькие книги и так далее. надеюсь, что они не будут говорить у психолога. что они будут говорить. тебе надо говорить, что они будут говорить. Я думаю над этим вопросом. Может быть, может быть. Все равно у меня есть страх, конечно, что я многовато работаю, что вот эти 30% маловато. но я к сожалению пока дать больше не могу. Я думаю, честно, я думаю, что детям все равно найдется, что сказать психологу. 100%. Но ребеночек мой, если ты это смотришь, знаю, я делала максимум. А какой вопрос ты бы хотела задать нашему психологу? Я себе записала. Да ты что? Я записала себе, потому что я тоже много думала над этим. Итак, вопрос от Анны Хилькевич. Я почти все время хочу и пытаюсь проводить пользу для себя в том числе. Хоть я умею останавливаться, гулять, созерцать и даже медитировать часами, хотя и там я ищу пользу в медитациях, естественно. Хотя это момент ничего не делания. Это же и польза. и польза. Проблема ли это? Что ты все время ищешь пользу? Да. Ну. Да, это мне правда интересно, потому что ты не можешь остановить свой мозг. Могу. Понимаешь, могу. Вот и вопрос. Я научилась останавливать свой мозг с помощью вот этих всех духовных практик прям очень хорошо. Но хочешь уметь останавливать его с пользой? Я не могу сказать, что это проблема, но это особенность, которая может привести к определенным проблемам. Например, к тому, что дети, когда вырастут, не смогут расслабиться. Они будут пытаться все время получить или принести кому-то пользу. Хотя на самом деле мы ценные сами по себе. Без того, что мы кому-то помогаем, спасаем, приносим пользу, мы просто ценные по факту нашего рождения, по факту нашего существования. И вот эти женщины, которые всегда хотят быть полезными, которые чувствуют свою ценность только когда они приносят пользу, они в первую очередь доводят себя до выгорания, до апатии, до депрессии, потому что они все время работают на выдачу этой пользы, либо на потребление этой пользы. Иногда нужно постараться любить себя и свою жизнь просто по модулю, без знака плюс или минус. Иногда классно подурачиться, иногда классно, например, купить красивую одежду, которая не несет никакой пользы, она неудобная, некомфортная, ты наденешь это платье один раз в год, но оно так тебе нравится, и это тоже важно, чтобы это было. На мой взгляд, если говорить в процентах, то пусть 70% будет полезной еды, полезных занятий, полезных книжек, и 30% абсолютного тупняка, как бы сказали дети. Плевать в потолок, смотреть тупые короткие видео где-нибудь в интернете, читать анекдоты, просто смотреть телевизор, не обогащая знания своим, и есть вкусную, но неполезную еду. Пусть 30% вот этой ерундистики будет, и тогда вашим детям не нужно будет это добирать. Если вы сами их научите это в своей жизни распределять, тогда им не нужно будет, особенно в подростковом возрасте, тратить свое время на зло родителям, на бесполезные занятия, бесполезных людей, и на всякие вредности в еде, или в литературе, или в кино. Поэтому научите детей этому сами, привнесите сами это в свою жизнь, и вам не придется бороться, когда дети естественным образом начнут делать что-то, по вашему мнению, абсолютно бесполезное. Хорошо, давай второй вопрос. Второй вопрос, ну это мне кажется минут на 20 еще, если честно. Про друзей. Я написала, что у меня вообще очень большой круг общения, и есть много друзей, нет, знакомых, коллег, и я очень близка со всеми, в принципе, я как бы открытый человек, у меня коллеги, это мои прям такие близкие друзья. но я не, у меня есть подруги, но я с ними вот так вот очень редко встречаюсь, вот так, то есть мне не нужно это, я их очень люблю, все, но мне не нужно вот это дружеское общение, то есть если я иду, то я тоже провожу сквозь за время с ними, и тут у меня начался загон, а вдруг у меня есть проблемы с друзьями. А твои друзья жалуются на это? Что я с ними редко общаюсь? Иногда. Ты звонишь им сама? Пишу. Ну, неважно, в наше время это считай звоню. Да. Ну, на самом деле очень интересно, что скажет психолог, но я считаю, что вообще человеческие отношения со всех сторон это работа с мужем, и с друзьями, и с детьми, и... Может, я по-другому попробую сформулировать сейчас? Я выстроила приоритеты... То есть у меня время это определенный ресурс, ограниченный ресурс. И очень дорогой. И очень дорогой. И я выстроила приоритеты своей жизни следующим образом. Моя работа, я, моя семья, ну, вот. И дальше там уже друзья. Понимаешь, что... И меня... На первое место ты поставила работу, это тебе сейчас любой психолог скажет. Я замещаю, я заместитель психолога в этой передачи. Я знаю, знаю, что это проблема. Но я научилась чувствовать себя даже в работе. То есть я и работа... Я люблю очень свою работу, я очень люблю саморазвитие и так далее. Очень здорово, когда человек искренне любит свою работу, и если это устраивает тебя и твою семью, то значит все ок, мне кажется. А я, кстати, не вижу никакой проблемы в том, что Аня сейчас на первом месте работа. Главное, что она взрослый человек, достаточно осознанный, который понимает, что сейчас такой период в жизни, когда работе нужно уделить максимум времени, в том числе и для того, чтобы и в семье, и у нее самой, и с друзьями все было в порядке. Жизнь это не статичное, а динамичное занятие. Когда-то эти приоритеты изменятся. Например, дети подрастут где-нибудь в подростковом возрасте, там уже чем меньше маму мы видим, тем больше мы ее любим. И тогда, например, друзья могут выйти вперед, а дети будут чуть-чуть подальше. Или когда-нибудь надоест работать, будет меньше сил, энергии, вдохновения, и тогда на первое место выйдут друзья, или она сама. Это естественно, это нормально. Самое главное четко понимать свои приоритеты, следовать им, и все-таки стараться уделять разным сферам жизни время. Ведь когда мы концентрируемся только на чем-то одном, мы обкрадываем не другие сферы жизни, а себя. Чтобы чувствовать себя наполненным, важно, чтобы были и друзья немножко, и семья, и работа, и забота о себе. И если вот в целом Аня ощущает себя гармонично, то абсолютно не важно, как у нее расставлены приоритеты. Она взрослый человек, и она точно справляется со своей жизнью очень хорошо. А как его ты бы поставила? Я семья, работа? У меня на первом месте семья. А, у тебя семья на первом месте? Нет, сейчас у меня на первом месте. Они там прям вообще Знаешь, что я вот так тебе скажу? Мне кажется, что это вот в разные периоды жизни может меняться местами. Потому что, скорее всего, сейчас у меня на первом месте я. Да. В мои 155 лет я могу сказать, что вот в данный момент моей жизни на первом месте я, простите меня, семья, работа, друзья, вот все меня простите и лесом. Нет. Сейчас это так. По ощущениям я на первом месте, но по действиям я все-таки там, например, если я дома, с семьей со своей, я сначала все сделаю для них, и только потом что-нибудь сделаю для себя. Ну, это быть мамой. Да, мамой, женой и так далее. Хотя с мужем он меня любит, когда я на первом месте. Он любит, когда я себя ставлю на первое место. Замечательно. Прекрасное окончание нашего интервью. Все уже показывают. 33 человека показало, что время все заканчивается. Аня, спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне в гости. Спасибо за откровенный разговор. Я очень надеюсь, что программа полезна и ответы нашего психолога тебе будут. Наконец-то! Программа полезна. Ты что, я безумно горжусь нашей передачей. Мне кажется, что она очень полезна. Она приносит пользу лично мне, потому что даже не находясь лично в терапии с психологом, я ее получаю благодаря нашей передаче. И надеюсь, что наши зрители тоже. Поэтому хочу сказать, что с вами была ваша Наташа. Спасибо, что смотрели нас. Надеюсь, вам было интересно, полезно. И если да, поддержите нас лайками, комментариями и подписывайтесь на канал. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Субтитры создавал DimaTorzok